всем привет дорогие подписчики сегодня у нас вот такая вот большая коробка это телевизор сяоми смотрите какой толстый здесь дополнительный толстый картон добавлен для того чтобы он не помялся не разбился и так далее вот такая вот большая коробка давайте так посмотрим вот сейчас моего распакуем посмотрим на него опять же скажу что телевизор покупался для матери и естественно если бы я его ну если бы у нее не было сына до который в этом разбирается топ это был бы минус существенный то что нету маркета и так далее потому что стив с телефоном она допустим разобралась уже поняла что как в телефоне установить play маркета можно как какое приложение и так далее но с телевизором я уверен что она бы не разобралась никак вообще что как зачем и почему поэтому хотя бы play market нормальный или хотя бы браузер chrome можно было бы и оставить но это лично мое мнение вот по отношению вообще к всем этим фишкам от компании селоми телебокс или может с одной стороны правильно они все делают да то есть потому что не нужны эти приложения в телебоксе новому в телевизоре в телебоксе лично я считаю что можно было бы и оставить вот здесь на уголках специально такие вот вставочки которые не дают согнуться немного вот видите прострелы у него вот и вот прострелы это естественно сбитые углы это служба доставки их уничтожали вот такой вот рядышком у нас веселый чувачок давайте открепим вторую и делаем по-другому здесь у нас инструкция инструкция на китайском поэтому доставать даже нет смысла вот выпал пульт выпала 4 болта вот пульт пульт точно такой же как у телебокса взял все точь-в-точь очень легкий реально очень легкий его можно носить в пакете вот пакет ну не знаю там может до 4 может 5 килограмм вот он идет в пакете в таком его прям так в этом пакете можно переносить давайте распакуем реально одной рукой легко поднимается давайте посмотрим сзади что у него здесь у него здесь тюльпаны 2 hdmi порт лана и для антенны и юсб в которой мы будем втыкать флешку для того чтобы установить приложение которое нам необходим снизу снизу это я не знаю что такое подсветка наверно будет диодная вот кнопка включения далее здесь вот скотчем примотан кабель кабель розетка у нас получается тайская переходника я не видел то есть переходника скорее всего нету так ну здесь инструкция как бы серийные номера ну и на китайском какая-то дополнительная информация и 4 дырки для крепления на стену вот сверху ничего с правой стороны тоже ничего спереди он выглядит вот так очень красиво и я его уже немного залапал руками нужно будет протереть давайте попробуем прикрутить ножки недавно купил набор вот таких вот отверток он я бы не сказал что он там идеального качества набор этот но я заметил что мне стало приятнее пользоваться инструментом и я пользуюсь им чаще то есть этими отвертками чаще чем пользовался обычными допустим вот мне приятно его раскрывать этот здесь специально ножки они больше больше выемок и меньше выемкой чтобы мы понимали как их устанавливать и не перепутали местах да то есть потому что чтобы понимать как они конкретно устанавливаются и так ножки установлены держится крепенько они сделаны из пластика поэтому я не советую их сильно дергать потому что ну мне кажется что если их чересчур сильно подергать вот и потрусить например как я в пакете трусил то они могут обломиться но любом случае выглядит это все прикольно вот так вот так он становится но видите как в принципе все отлично я всем доволен осталось только настроить его установить подключить и настроить и так телевизор подключил все отлично работает первым делом нам нужно вот такая вот все выглядит на китайском нам нужно перевести на английский язык и дальше уже мы будем разбираться с русификации так далее но для начала нам нужно на английский язык перевести для этого мы качаем приложение все которые есть под видео сбрасываем их на флешку там есть несколько вариантов можно даже teamviewer установить на телевизор и далее уже удаленно через компьютер может через мобильный телефон но самый простой способ это я считаю через флешку то есть закинули все необходимые программки на флешечку подключили появится вот такого слева юсби мы за него на него заходим и находим нашу папку где мы эти все приложения сбросили далее первым делом устанавливаем вот этот старт с этим приложения я специально она вернулся на китайский для того чтобы было понятно какое что я нажимаю то есть нажимаем начали левую кнопку она про идет такой момент и потом правую то есть первое это update а правая это открыть вот открывается вот такое меню и мы переходим вот здесь справа внизу открываем и выбираем верхнее меню и английский все после этого у нас все довольно таки неплохим английским я как бы не знаю насколько он четкий перевод но можно все понимать как минимум настройки и так далее все стало у нас на английском и более менее понятно сразу скажу что у меня прилетело вот обновление сразу я его обновил как бы да то есть я только телевизор подключил к интернету у меня появился восклицательный знак что есть обновление ну я сразу обновился до момента всех настройки приложений после того как мы перевели на английский язык тут в принципе уже можно нормально работать уже более менее понятно что происходит на телевизоре но я советую установить вот этот вот шафа лаунчер который имеет русский язык и станет еще намного приятней остальные программы я как бы да там для api телевидения hd видеобокс лизы api tv я показывать как устанавливать не буду потому что ну смысла абсолютно нету потому что все уже видели много раз как это выглядит вот ну и вот на что обновление ну давайте обновим русский язык дейт старт то есть уже кое-где начал появляться русский язык попробуйте тему ну давайте выберем какую-нибудь тему опять обновление ну давайте еще раз обновим ну и теперь у нас можно выбрать по умолчанию шафа лаунчер и он у нас будет постоянно вот такой от красотой так это другая тема я сменил сейчас можно здесь выбрать разные темы как бы можно подобрать какая вам понравится китайская английская ну и плюс можно уже удалять ненужное приложение которые вам не нужны на китайском языке я стараюсь удалять практически все настройки тут видны можно перейти стандартный режим и вот здесь у нас все приложения для того чтобы удалить какое-то приложение можно вот здесь сверху выбрать delay и удалить это приложение нельзя удалить ну давайте попробуем это удалить в принципе я уже поставил все что мне нужно вот это я не знаю наверное нельзя нельзя удалить вот остальное остается два китайских остальное все на английском более-менее уже вот ну давайте перейдем в софа лаунчер и найдем какой-нибудь более-менее красивую шкурку в меню темы вот несколько тем у нас есть дверь получается несколько можно выкачать и несколько есть мне нравится вот это айос 08 и apple тема то есть ну давайте запустим айос 08 и вот теперь так вот у нас выглядит все в принципе все чинно и благородно и давайте попробуем другую тему переходим в настройки справа внизу настройка темы темы и давайте посмотрим на вот эту тему вот тоже симпатичная все у нас красиво в ящичках видео телевидение hd видео бокс и лази api tv ctv все у нас есть теперь о проблеме с лаунчером когда мы нажимаем на кнопку home он будет возвращаться в старое меню в старый лаунчер и для того чтобы у нас этой проблемы не было мы переназначить как бы на этот лаунчер без root прав нельзя но есть возможность сделать это через батон remepper вот такая приложение мы его устанавливаем и потом просто назначаем на кнопку home устанавливает шафа лаунчер и получается когда мы включаем телевизор появится родная прошивка а когда мы нажмем на кнопку home появится шафа лаунчер и мы дальше будем течение работы телевизора будем работать под ней и так как настроить я покажу то есть появляется шафа лаунчер и вставим вначале вот здесь галочку дату и что сервис запущен и далее спускаемся вниз до кнопки добавления добавляем short and long press ok home выбираем далее удаленное приложение так а за открыть приложение и здесь ищем наш шафа лаунчер шафа лаунчер применяем и вот здесь получается наши настройки которые мы выбрали ну все в принципе мы можем выходить из приложения и теперь при кнопке при нажатии кнопки home у нас будет возвращать нас в наш шафа лаунчер и после перезагрузки естественно загрузится стандартный лаунчер новым при нажатии кнопки home опять появляется наш лаунчер и мы можем дальше пользоваться как нам удобно в нашем удобном как как бы лаунчере ищет каналы долго ну то есть я уже минут пять сижу и получается вот бегунок только вот сюда дополз то есть это еще минут наверно 15 наверно мне нужно будет посидеть здесь вот антенна вставленная очень простая которая на балкон вынесена обычно ну антенна без всяких там цифровых т2 и так далее то есть обычно антенна без усилителя вот и вот уже нашел 6 каналов ну по сути имея лэйзи айпи тв смысла у нас в этом телевидении отпадает потому что вайпи лази айпи тв там плейлисте 900 с лишним каналов нашел 19 каналов из них с плохим качеством он сохранил несколько каналов но здесь можно все вот настроить проверить опять же напомню что видите какое качество вот такое сохранил вот это обычная антенна без всяких там усилителей и так далее то есть как раньше на балкон вешали вот такая вот антенна ну в принципе можно либо т2 добавить либо улучшить антенну и будет лучше качество включается телевизор наверное секунд 30 35 вот немножко долговато но в принципе все отлично работает мне очень понравился телевизор хорошо да есть небольшие геморрой с китайским языком с переключением из лаунчера обратно в родной лаунчер для того чтобы посмотреть телевизор или переход потом в лаунчер потом у меня здесь почему-то вот реклама выскакивает это я ничего не разобрался как ее убрать причем восемь секунд при пэринг диск то есть ну готовится рабочий стол и у нас есть время типа посмотреть рекламу вот как и убрать я пока еще не разобрался но еще у меня фишка что назначение клавиш не всегда почему-то срабатывает вот сейчас она сработала но иногда я не знаю то ли очистка системы происходит то ли еще что-то я захожу потом в настройки приложения button remapper и они сброшены как бы так он выключен и сброшен но сейчас как бы все сработало как положено вот на кнопку тиви я настроил выброс в меню основное для того чтобы можно было попасть в телевидение ну как бы еще есть в принципе что поколупать по изучать по убирать и так далее для того чтобы более лучше работать с данным телевизором но и на данном этапе то есть вот так в принципе уже все настроено можно работать есть как бы что улучшать но даже если этого не улучшать в принципе все отлично работает и можно пользоваться так в принципе у меня все ставьте лайки подписывайтесь до новых встреч и удачных покупок